друзья всем привет сегодня я выехал по рыбачить на light рассказать вам некоторые так сказать секреты своей ловли по-быстрому вот и есть у меня одна секретная . на которую я хочу выплыть на лодке глянь какой ой-ой-ой красавчик да кино это будет немножко позже в конце видео у каждого рыбака и знаете свои места какие иногда выстреливают конкретно иногда дают вообще полный ноль вот сегодня хочу проверить если все получится там будут такие вот такие вот мамонские окуня конские поэтому будет чок до лодки тоже довожу всегда потому что есть почти подводка ух ты пошел как интересно сегодня мы на рыбалку выехали вместе с батей батя там у меня рыбачить рядышком и до рыбалочку мы хотим нашу простую такую начать получается с обычной ловли с берега то есть классическая рыбалка с берега походим побросаем а потом уже с лодки поплывем если получится за большими окунями значит удочка у меня сейчас почему я рассказываю про снасти это важно потому что вы спрашиваете каждого рыбаку свои снасти и каждая снастка под можно сказать свое удилище чтобы вы понимали когда я рассказываю какая чучка у меня как я чую каждые тычки шнур и про катушку все остальное значит сегодня у меня azura safina x с тестом 056 грамм это вот такая замечательная удочка спиннинговая которая в этом сезоне мне очень понравилась она ребят честно скажу не самая бюджетная но и не самая дорогая то есть для так сказать людей какие уже попробовали себя в ультра лайтов и в лайтовой ловли это будет очень хорошее удилище катушка у меня под нее точно также azura fortraneo вот такая вот замечательная катушка вам тоже все покажу я вам пройти снасти уже рассказывал ссылка на не будет в описании и приманки сегодня у меня будет от компании флагман то есть это будет много разных приманок ребят это будет что-то вот такое пассивное конечно же как я вам всегда рассказываю раки слаги вот такая приманка я уверен будет работать здорово цвета должны быть сейчас как я вам говорю темные допустим вот какой-то вот фиолет что-то такое сильное да что так ближе к моторному маслу красная то есть яркая мы ничего не используем вода прозрачная рыба может просто напросто это все дело чуть-чуть побаиваться также я буду использовать флюрокарбон это у меня 0 2 вот 00 14 как я считаю флюр от 0 14 диаметра до 0 18 0 2 максимум на окуня самое но то есть вот эта оснастка по весам по весам и сегодня буду использовать классический джиг это будет чебурашка как его говорят чебурашка либо как он называется по-украински вот честно не понял эту час вам напишу как-то интересного придумать короче шарнирный монтаж весь же головки то есть стандартный монтаж на который я рыбачу и наверное сегодня у меня будет вольфрам граммов до 3 я буду использовать потому что на данном водоеме как видите пляж сейчас очень очень большой один песок раньше вода была прямо под мои ноги домывала а сейчас этой осенью сильно сбросили вода ушла рыба ведет себя совершенно как-то по-разному друзья но нам небольшой плюс потому что до бровки до ракушняка мы будем добраться с вами сразу же практически сделали выброс и вот эти вот 20 метров мы можем пройти пешком и рыба как раз на этой бровке стоит все быстро собираю свои снасти не буду вас задерживать и надеюсь получится у нас сейчас половить дырва пушка мой монтаж вольфрам 2 грамма без застежки крючок у меня вот такой маленький 12 номер офигенный крошечный и приманка с которой я начну вот это отличная приманка панучо ага но я пока с 2 грамм начну если нет буду вязать больше 3 грамма и кино очень далеко но два у меня тоже принципе улетает до бровки тычки слабые тычки хорошие только стоит дальше да сейчас попробуем в этой части видео я вам буду рассказывать на что я буду ловить окуня крупного в этом ролике и технику проводки и вообще все нюансы я всегда стараюсь рассказывать если вы это знаете либо вам это не интересно перематывайте дальше там уже будет сама рыбалка где буду дубасить больших крупных окуней где будет грубо говоря экшен пока что ребята я вот рассказываю как я это делаю первый пошел траляля траляля слышишь с первой с первого заброса с первого заброса с первого заброса отлично просто класс у вас тоже такой мелкий или покрупнее собираете да давайте да но сегодня плохого до клёвы говорите не туда так ребят приманочка вот она моя на нее сегодня дубасит разрывает просто шикарно я сейчас все цепляю на трехграммовую чебурашку схема показал без застежки я хочу вам просто показать как как ловится как клюет я сейчас делаю еще пару забросов и мы уже поедем за крупным окунем именно за хорошими лаптями надеемся не там буду да по да наверно будет классно держи на я тебе обещал бери бери еще водишь и вот тут люди наверно кормят бери 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 ты чего не хочешь тебе рыбу поймать рыжик наша лодочка вулкан 250 электромотор и вот такой на сегодня хороший комплект надеемся на что получится поймать да по рыбалка будет хорошей так значит мотор я подключил ребят сам мотор у меня 33 от вулкана вот такой замечательный и с этим электромотором мы сейчас поплывем на нашу точку вот сюда поплывем давно не плавал вперед дубасить окуня там он мужики на мотоцикле пролетают какие-то хорош замечательная скорость да по для электромотора я правда на самой мощной передачи но аккумулятора хватает часов на пять поэтому просто класс смотрите как быстро мы плывем на самой быстрой скорости можно чуть медленнее так сказать в эконом режиме либо для троллинга если вам надо вот все замечательно ручку выдвинул и пошел куда тебе надо просто здорово друзья есть вот такой хороший залив на реке северский донец вот здесь мы сейчас и будем пробовать рыбачить именно облавлять весь этот залив якорь я забыл дома поэтому по пути просто нашли кусок булыжника привязанную веревку хорошо мне в машине было и вот это и будет так сказать наш тормоз сегодня так друзья у меня сегодня азура сафина и катушка тоже сафина пробуем первый заброс 3 грамма я начал пробовать не знаем сейчас 3 грамм попробуем найти окушка если он тут на быстрой такой провод очки активного может получится надыбать оба есть тычок хороший первый тычок и хороший окушок у нас есть о какой красавчик смотри до хорошенький окушок вот у ребятки вот такой хороший красавчик полностью взял аж саму шахту друзья я поймал окуня с первого заброса многие верят в то что если с первого заброса ловишь рыбу по понял не достаешь некоторые даже быстро быстро делают первую проводку для того чтобы не поймать вот мы сейчас посмотрим как это но повезет мне или нет дальше потому что с первого заброса есть вот проверим так сказать как она будет я не знаю друзья напишите как вы верите в эти все приблуды там с первого заброса рыбу в садок но садок не мочить пока рыбу не поймали допустим вот я хрен его знает пока что у моей статистики 50 на 50 вот есть второй окушок с третьего заброса но кто-то не крупный да ну вот видите уже неправда не крупный взял такой малой плыви плыви дружок сейчас попробуем еще раз анукс туда забросик и пошла проводка о очередной ухты по неплохой окушок там держится у меня смотри какой глянь какой мамонт надо достать его сейчас даже фрикциончик отдал где он есть смотри какой окунь глянь какой ой-ой-ой красавчик да сейчас мы возьмем аккуратненько оба на вот такая лопата ребятушки вот это лопата хорошая лопата клюнула да по тут без бред тык и лопата сидит ох какой шикардос вот это жесть так очередной заброс на 3 грамма я думал 2 поставить полтора грамма но решил попробовать с более потяжелее такой но средней снасти и не 5 и не 2 для того чтобы посмотреть активность иногда такие вот крупные есть не что-то не крупное да не неплохой иногда такие вот хорошие окуня друзья клюют на 3 грамма очень здорово потому что ну такой ладошечный потому что они любят ну стук именно тук 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 по дну вот это вот им нужно очередной забросик есть касаемся дна и после этого один оборот и пауза с постукиванием тук тук и тычок такой прям тынь удилище очень звонкое ребят есть как видите сошел хорошо сидела надо посмотреть не стянул ли он приманку да стянул приманку сидел неплохо и с таким вот постукиванием он сразу же тык и садится получается вот это раздача давайте легенький такой легенький забросик и ждем он стоит как раз где то вот тут бровка вот так вниз идет он вдоль бровки я веду пауза подмотка пауза подмотка пауза сидит повис ой хороший посмотри аж фрикцион пошел сошел то что ж там я схожу каждый раз а елки по еще один ребята смотрите как ультрих мой внес вот это окунь елки моталки вот это лапать слышишь по что ты разошелся лопаты лопаты такие берут глянь ухты давай окушок я в тебя верю в твою раздачу сегодняшнюю шикарную друзья это просто я на такой выход попал выход крупного окуня и я на рыбалке причем погода ветреная такая холодно до жути вот сейчас чуть чуть не туда бросил чуть чуть правее пока вот пока тихо показалось был тычок до лодки тоже довожу всегда потому что есть почти под водкой ух ты пошел как хорошо пошел по ой сошел хороший кабан батя такой блинок у шака сошел причем я делаю заброс вдоль залива под камыш побольше вот у нас на дне я тык тык такими вот движениями делаю есть повис некрупный окушок повис у нас ничего некрупный пошел вроде сопротивляется нормальный да некрупный смотри какой я говорю некрупный лапать классно смотрите какой интересный загон что ли для овец коров сделали красиво так подрубили его и получается красиво сделали в общем оба 3 грамма под камыш улетела на дне уже 3 грамма быстро опускается очень быстро тык тык как правило такой небольшой перевес в ультралайте да хотя 3 грамма это и не перевес но все же играет хорошую роль при крупном окуне он может на 1 грамм не брать могут только мелкие клевать а крупничок именно на вот эти тычки по дну вольфрама 3 граммового хорошо реагирует иди сюда под лодкой под самый да под лодкой доходит или тут русло у нас понял ух ты какой лопата украин смотри у пушканы о батя кого-то потянул где он дальше там клюнул я пока еще подыграю ну ульте гнется неплохо где он там у тебя сошел спал под лодкой пахну рыбалочка жесть хорош окунь кабанчик такой блин кабанчик окунь тут ничего не скажешь один за одним тык 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 о есть да хороший пошел батя не крупный оно а вылетел прям да не крупный друзья когда окунь становится пассивным есть такая хорошая проводка как протяжка то есть я сделал заброс слегка постучал вымотал слабину и просто вот так протягиваю удилище с паузами мы не поднимаем приманку от 1 она у нас просто тянется и мы делаем провисший шнур и на этом провиси у нас как правило поклевывает окунь мы чувствуем с вами каждый зацеп каждую ракушечку каждый стук и если будет окушок он тоже у нас сразу с вами обязательно сядет рыбе проще на такой подмотке поймать зацепиться но нам труднее вести потому что мы шкребем все по дну можно сказать но тем самым мы окуня сдалека провоцируем потому что создаем большие большие вибрации как я сказал по дну вот он у нас идет то есть вот это вот одна из лучших проводок осенних именно протяжка видите вот может двойная ступенька либо ступенька с подстукиванием иногда не работать а протяжка именно включается в дело оба когда он начинает пассивничать и по ракушнику тянем поэтому у вас должен быть маленький крючок правильно подобран для вашей приманки по размеру и ну чем легче естественно ваша джиг оснастка тем лучше протянули и главное шнур чтобы провис именно на провисшем шнуре если будет шнур натянутый очень конкретно прям вот так вот чтобы сгинаться кончик вашего удилища окунь не клюнет ему надо чувствовать слабину то есть он когда берет приманку либо он чувствует на тех сразу выплевывает либо он чувствует слабину и и беспрепятственно просто берет получается насадку и все а у меня он очередной полосатый мелкий да по мелкий а вот и кошки не ваше это не не держи на держи котенок на держи бери рыбку бери бери не бойся молодец бери бери я отхожу бери рыбку бери сейчас тебе еще поймаем окунь боится смотри да это уже такой поинтереснее да поинтереснее окушок поинтереснее красопун котиком большой будет плыви плыви обратно дружок ох вода прозрачная забарил окуня да снизу атаковал он короче неправильно не ртом а не ртом а жопой получается а вот он пришел смотри белый котик кида ему а не получается сильно взял шкура такая толстая щас щас одну секунду котик подожди минутку минутку лови на держи смотри они сначала боятся понял их а потом уже хватает киска бери не бойся бери он тебя не тронет давай бери 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 кида